студия позитивного мышления татьяна салмановна макту сайт будет 28 января 2021 год пол седьмого пол седьмого утра приготовила себе рис в общем сварила рис пропаленный очистила картошечку знаете варю решила сделать такой эксперимент варила рис очень потёрла на тёрке картошечку свежую морковочку и в общем такой рис картошечка с морковочкой подсолнечным маслом каролина вот и также свежий салат из свежей морковочки в общем сейчас кушаю сейчас очень большой стираю мою одежду мои машинки в моей машинке а так как у меня у меня новый проект решила сделать такой новый проект восемьдесят восемьдесят восемь там 90 секунда позитива со мной татьяна салмановной макту сами фуде это мой российский действующий паспорт ну я сначала решила восемьдесят восемь в общем сделала там достаточно много дублей вот а потом понимаете я снимаю моим ноутбуком и здесь чтобы уже знаете вот это вот даже если на восемьдесят восемь остановишь там минута двадцать восемь да он может или меньше или чуть больше он может там как-то вот понимаете да поэтому я решила что ну в общем как там восемьдесят восемь секунд позитива чуть больше чуть меньше в общем кушаю поэтому и моя страница моя страница на фейсбуке обратите внимание сейчас поставлю поставлю куда-то там очень давно не туда так это это моё ноутбук наверно большой свет нужно отключить или как здесь большой свет нужно отключить да а то получается качество знаете вот hd а здесь нужно понимаете я все душ не принимала в общем нужно конечно прическу макияж покрасить волосы общем конечно вот так и покушать придумал покушать общем как-то вот это а так я вчера вчера аж до сегодня что высок этом проснул часа в три наверно я проснулась часа в три утра вот она легла я как говорится вчера вчера ночью я поспала не так много времени по всего шесть часов шесть часов 5 5 часов я поспала вот где-то поспала пять часов и конечно днем днем около 12 или сколько там днем я опять решила лечь спать легла спать и и проснулась и проснулась уже проснулась там поздно как говорится еще решила поспать в общем высыпалась высыпалась после знаете сколько знаете с уборкой занималась как будет уборка до 25 числа вот решила выспаться очень решила выспаться можно сказать что весь вчерашний день вчерашний но не весь большую часть я спала я вообще на эти такой день я открыл когда фейсбук я же он там загрузила точно на скидку я конечно не помню такой день вот пётр толстой загрузил смотрите блокадные блокадные то что 8 сентября начало блокады такой ведь до 8 сентября 41 года по 27 января 44 года рисок получается 872 дня я вам загрузила снимает вот петр толстой в этом я посмотрела просто вчера видите такой день ну снятие блокады получается смотрите январь получается весь сорок второй сорок третий сорок второй сорок третий сентябрь два с половиной года ну я не знаю как говорится исторические данные вот что вот открыла посмотрела пишут у него есть написано норма хлеба сто двадцать пять грамм это попробуйте два с половиной года вышить на сто двадцать пять грамм норму хлеба двести двадцать шесть защитников города стали героями советского союза полтора миллиона человек и награждены медалью за оборону ленинграда конечно вечная память эти какие кадры кстати мама у меня отмечала этот день как-то так вспоминала день снятия блокады у меня мама с бабушкой всю блокаду прожили здесь в ленинграде ну другие данные я не стала вам зачитывать то что я кушаю другие данные не стала зачитывать вы же сами на это читает если кому-то интересно гектар есть написано площадь пискаревского мемориального кладбища и количество гектаров вы поняли на гектарами тут они мерили не площади вот это гектарами обратите внимание и так и написано это вот я не знаю я учитаю это вот на ю тубе а так загружаем мои видео сейчас включу этот youtube что-нибудь такое позитивное школа очарования или наталью правдину дать послушаем и а а и и и и и атака сейчас покушаю буду смотреть видео видео в общем изучаю изучаю знаете вот это вот эмоциональный интеллект слушаю лекции на тему эмоционального интеллекта то что можно посмотреть на я вам там загружала часть а так слушаю лекции эмоциональный интеллект и на ю тубе такие вот дела а так высвечивается знаете на ю тубе меня высвечивается сегодня закончилась трансляция девять часов назад когда сегодня это же на а там наверно за границей живет на за границей живет поэтому написано 9 часов хотя знаете иногда напишут 9 часов назад высвечивается валерия лукьяна не знаю я занимаюсь позитивным мышлением с 2002 года не было огромная библиотека куплен огромное количество книг советских ну как бы российских иностранных авторов вот ну часть книг они как бы как бы не очень странно не были у меня куплены в моей библиотеке и просмотрены мною огромнейшая библиотека позитивное мышление смежной науки наши зарубежные авторы и конечно нужно отдать должное как она красиво выглядит она выглядит как эти вот но ничего не скажешь крас красивая и выглядит как барби здесь даже не поспоришь понимаете да с этим даже как бы даже и спорить то есть сколько видео я смотрел он шикарно выглядит шикарно то здесь нужно отдать должное как она выглядит но знаете вот из моего просмотренного прочитанного изученного как знаете как и много лет видеоролики натальи правдиной книги натальи правдиной вот 2007 года я не покупаю книги натальи правдиной то что она написала включая 2008 год вот то есть как говорится но я сама как это слушаю читаю читала то есть и здесь сравнение даже не может быть так что и конечно знаете основателя одного из основателя на на позитивного мышления норманта винсента пила вот книги джозефа мэрфи они как бы вне конкуренции знаете вне конкуренции все таки знаете посетить посетив элекции натальи правдиной там знаете не с вами на своих в 2003 году четвертом она рассказывала там фэн-шуй какие-то народные средства какие-то методы ну знаете из книжки может быть знаете какие-то как травинка раньше писала книжки травинки были что такое народное по типу положите засушенный клейвер или клейвер в кошелечек вы поняли да кошелечек такого-то цвета по фэн-шуй ну или положить понимаете какое-то изображение там какой-то цветочка в кошелечек для того чтобы это привлекало деньги может быть это для кого-то кажется наивным какая-то в принципе ерунда ну в общем какая-то знаете что там такое по типу знаете заварите травку если что там в общем это принимайте какую-нибудь травку да там в зависимости от того там ну в общем вы поняли да ну это такое как бы не знаю может быть народное наивное какое-то немножко представление для некоторых может показаться что это такое немножко наивное и простое ну там ничего такого ну хорошо фэн-шуй по поводу фэн-шуй это вот учителя там это она оттуда привезла фэн-шуй то есть здесь что нужно сказать если она говорит что там Лилиан Ту, Яп Чен Хай как бы советует то есть она как бы вот это вот знание сюда вот в Россию привезла вот но понимаете то что там говорит Валерия Лукьянова в своих вот этих вот то что я из того что я послушала конечно вот что я просто пересказывать вам не буду я просто знаете вот так вот послушала просто в той можно сказать какой-то наивности мне там в принципе нормально понимаете она так это по фэн-шуй какие-то совершенно такие простые какие-то знания давала знаете на своем семинаре может тоже показаться там ну что-то как-то вот это вот вот ну в этом ничего такого знаете вот особенно ну положил то вот этот вот клевер или там какую-то штучку а мяту листик мятый там в кошелек ну в общем как-то вы поняли да какое-то знаете безобидное безобидное что-то такое ну кто-то там положит кто-то подумает что какая-то ерунда в этом ничего такого то есть знаете такое вот это а слушайте как знаете она специалист от выхода из тела она как-то в этом в какие-то другие миры выход из тела там или как там а нет не выход из тела ой могу ошибиться лучше сами послушайте как вот там осознанное сновидение вот где-то там она в осознанных сновидениях где-то ходят с кем-то встречаются но это может быть опасно я не знаю я вот это много раз но немного я об этом слушала что сказать вот в какой-то книге кто же запишет какую-то книгу я почитала этим занимались даже какие-то кто-то из великих такой разговор разговор с кем-то из тех кто жил до то есть как-то вот мысленно представить и что тот человек как-то что-то посоветовал я по какой-то книге это читала этим занимались кто-то вообще из великих этим занимался вот хотя тоже знаете я вот так прочитала тоже на скидку сказать не могу там было написано как-то вот так вот представить очень простудом я до сих пор лицу простуду у меня такая большая простуда была сколько-то месяцев назад в общем лечу простуду простуду лечу сырыми овощами кушаю морковку капусту вот чеснок добавляю чеснок Я вообще удивляюсь на масона. Или она врет, понимаете, или она врет. А если она не врет, понимаете, если она не врет, то я удивляюсь на масона. Она, как вот она говорит, что ее приняли в масонство. А я, насколько я знаю, хотя очень от этого далека. Это мужская такая организация, масоны. Я просто удивляюсь на масона. Что они приняли ее в масоны. Если, конечно, они приняли ее в масоны по внешности, я с ними совершенно согласна. То есть, если они чисто по внешности ее приняли в масоны, я с ними совершенно согласна. Парень готовится. Смотрите на следующий Así. Чтобыamarка Ну ладно, тут у нее диалог с кем-то. Ну и Светлану Ермаковой, лекции там видеоролика Светланы Ермаковой. Хотя, знаете, Светлана Ермакова со временем что-то как-то тоже, у нее какие-то такие ролики достаточно пессимистичные, понимаете, какие-то, знаете, она стала меньше снимать и, знаете, она говорит, что она 30 лет, знаете, живет без плохого настроения, но по ее роликам как-то я вот это, знаете, как-то, она сейчас меньше и меньше стала заснимать. Это, знаете, как книжки Луи Зе Хей, я вот читала книжки Луи Зе Хей, прям, знаете, в этих книжках Луи Зе Хей чувствовалась, там информацию можно было почерпнуть, там почитать часть, но они не шли вот так вот книжкой, знаете, вот, чтобы так это прочитать, ну, может быть, для кого как, может быть, для кого как, вот, я считаю, что, знаете, книжки Луи Зе Хей, знаете, прямо вот я чувствовала энергетику, понимаете, вот Наталья Правда на книжке, скажи, такие светлые, какие-то, легкие, хочет это что-то такое сделать, по фоне, да, хорошая, карту сокровищ, там, понимаете, вот это, как она книжка писала, даже нужно, там, как там, с этими приборами, знаете, очищаешь, там, это, стиральную машинку, там, в общем, что-то такое, в общем, нужно как-то, в общем, это, с какими-то такими ласковыми, знаете, с какими-то ласковыми словами, с чем-то таким, то есть, что-то такое, знаете, в ее книжках очень такое хорошее. А вот в книжках Луи Зе Хей я вот лично чувствовала какой-то груз, то ли груз возраста, то ли груз, ну, там, судьба, вот было написано, что у меня такая не очень легкая судьба, и, знаете, вот ощущалась такая вот тяжесть какая-то, какие-то книжки с какой-то тяжестью, это тяжесть, ты прям открываешь книжку, и она прям ощущалась, то ли это ее тяжелая судьба, то ли это возраст, то есть они настолько вот эти тяжелые по каким, по какому-то вот этому ощущению, я вот это прекрасно, прекрасно помню, ну, если сравнивать, ну, многое может быть как-то непонятно, там, вот это, ну, я вчера, за вчера открыла это видео, какое там видео, Наталья Правдина очередное посмотрела, она говорит, вот, вещи в доме должны быть счастливыми, как говорится, как бы, вот и вещи в доме должны быть счастливые, и вы должны быть счастливы, чтобы были счастливы вещи в доме, они должны быть чистыми, укложены по порядку, она там, в общем, по поводу наведения порядка говорила, вот, и сказала она так это так она сказала это так красиво это было сказано счастливые и вещи в доме ну да я вот уже скучаю по моим вещам по моему зеркалу который у меня в эллинген четвертом этаже в эллинге на четвертом этаже санкт-петербург это дворец менделеевская домами литера м-корпус 9 вейлин 24 в этом остались часть мебели на третьем этаже я скучаю по этому буфету который там остался вот буфета на четвертом этаже у меня там зеркало всем есть кресло с этими с орлами кресло с орлами я его обещала отдать ничего не отдала вообще матерички на матерички на кресло до тумбочка золотая тумбочка ну и там другие вещи мне нужно сюда ввести в квартиру сейчас я принесу зарядку нужно поставить компьютер на зарядку сейчас все ручки сплаз все ручки сплаз ну а что сказать ее смотрит много народу смотрит много народу эту валерию куянову значит народу народу это нравится то что она говорит ну вот эти как говорится люди разные люди разные что сказать даже у меня там своя школа которую она там в общем там это учит в общем там то есть огромное количество не огромное количество этих подписчиков просмотров даже сейчас посмотрим на этих а я вам даже скажу такое количество у нее этих подписчиков 226 тысяч подписчиков 226 тысяч подписчиков значит это вот люди люди которые в общем это смотрите тайное общество тайное общество не даже она обучающая она создала обучающие тайное общество так что наверно в принципе смотрите наверно подписчикам раз у нее столько подписчиков 226 тысяч дальше идет омоложение похудение подтяжка остановите программу старения значит она чему-то учит кто хочет омолодиться вот наверно послушайте наверно что это нам скажет интересного как музыка влияет на сознание и волосы и волосы не покрашены и розовым и таким покрашена ну в общем да очень очень красиво есть есть такие вообще она а то семинары у меня семинары 7 лет назад 8 лет назад мальден давно уже преподает мальте 8 лет назад семинары если у нее столько столько видео столько вот этих вот о женственности как ли раскрыт я просто смотрю гармония в семье гармонии я просто смотрю название и роликов сейчас включил этот ролик для звука потому что я не знаю может это бы не понравится что я выкладывал знаете вот этот мало ли ютубу иногда не нравится что-то музыку какую-то чужую выкладываю поэтому я знаете без звука смотрю один ролик двухминутно че там написано ну да научиться управлять своей жизнью иначе будут управлять другие вашей жизни и волосы у них подкрашены как у мальвина как у мальвина на подкрашены волосы мы даже не знаю знаете вот этот я вам укладывала вчера и такой этот коуч гандапас гандапаса с семьей первый раз еще не посмотрел все эти вам выложила вам выложила эти видео вот сама еще не посмотрела потом я удалила удалила буду сейчас покушаю и буду на моем компьютере посмотрел этого гандапаса как по-моему про это тоже вот это говорит посмотрел с семьей вообще на самом деле интересно про раковское искусство я смотрела его лекции про раковское искусство волосы конечно шикарно подкрашены на этом ролике розовым розовым синим подкрашены шикарно волосы шикарно волосы волосы затем сбросила все равно нам не высвечивается я сброшу еще раз он не тут сброшу но не будем конкретно на кого-то показывать указывать судя по тому как она знаете вот это песни в такими фантазер вот это вот высветилась на эта песня часто мило свечи это короче хорошая песня я бы не включила ну не знаю включу песню а потом youtube не будет знаете вот это вот по типу контент чужой контент чужая песня вы там включили как-то сейчас стараюсь не включать только на это вот эти приключения ладзина как-то нормально ничего не не сказали опять знаете вот это вот как рассказать научным научным способом а смотрела я в этом фильме все мужики сло все мужики сло там такая гадалка была княто пришла на конечно не поняла за пиздеcurrent активно кодалку там теперь карты свечки она говорит ну это говорит по новому новые технологии к компьютеру по компьютеру я уже там подключилась сигналы из космоса в общем эти сигналы в общем это сигналы из космоса и 믿 что говорят знаете что сигнала скурós то говоря neighbor немного можете вот это говорить не говорить , но есть у хотят вот хотят знаете чтобы вот это вот как говорится как-то называется кажется сказать так же вам так вырызть по простому вам как-то по сложному по простому сказать в общем знаете что хотят хотят чтобы их очень сильно любили вы помните а так они могут эти по ушам проехаться вот это там с чем это многим вообще не поймешь а одна фраза всего лишь одна фраза вот и дали сигналы из космоса так вот любили чтоб все делали понятно и дальше по названию песни стаса михайлова я буду очень сильно тебя беречь это понятно да вот такая новая система это присоединился по сигналы из космоса ну да что там дальше идет после этого сейчас посмотрим что нам космос дальше говорит а что нам вот дальше говорит а дальше что космос говорит я уже ставил эту песню заметили я вам ее туда загружу там вот этот вот один из этих это наверное даже могу перепутать это один из этих турецких султанов где фильмы такое загружала очень симпатичный кстати очень симпатичный фильм я помогу серию всего смотрела но так я его не смогла оценить в общем как-то у него такая вот так вот в эту девушку ему понравилась русская как-то знаете я сказала в общем как там этом глубины я скажу что иметь такое в общем симпатичный но глубины нету я может быть мало посмотрела ну да глубины глубины нет дальше что идет дальше идет юморикон это знаете этот юморикон прампорщик идет дальше идет фильм вход в лабиринт 1989 год я даже не знаю что такое за вход в лабиринт кто хочет посмотреть костолевский играет в этом фильме а дальше идет вот этот укупник новая песня по поводу паспорта а дальше красная посоль по-грузински симфонии а дальше идет вот этот укупник короче а сима сима серафима песни его а дальше что там полнолуние полнолуние когда будет полнолуние это 7 монеток для хорошей работы а дальше идет шабрина такая ночь такая ночь что-то нас еще вас летел как выжить себя от негатива ну а дальше конечно идет вот это она семенович арсел дэнсин дальше идет это юморикон серафима аркадьевна а после серафима аркадьевна идет насыпьте корицы в левый ботинок чтобы что было после что было после все ахнули ну да корицы насыпать ботинок вы знаете что я хотела написать но вчера не написала я смотрю вот эту одна за всех передачу увидели я хотела вам загрузить вот это вот и у его там сказка одна за всех потом хотела загрузить эту же актрису как серафима аркадьевну или как вот это она там в этой где там в отеле работы там же загружала тогда это же актриса один тот же возраст это просто грим вы поняли что хотел сказать хотел это написать сейчас говорю на видео одна даже она жарко тыс играть эту жену жену олигарха вот и это же актрисе я загружу туда что объясняла в гриме она играет старушку вот это все одна за всех просто татьяна салмана хочет быть это великой актриской или как раз большие гонорары гримируются силы мысли как наверно ну не совсем так причем мгновенно решим показывал даже на балкон выходила ну там когда там снимала себя на балконе так что вот прям так снимаешь на балконе потом идешь туда ставишь вот это выставляешь цвет так что вот она мне тогда еще говорила знаете много лет а я вам писала ну что первый раз там у меня комнате был угловой шкаф зеркалом вот ловы шкаф зеркалом и там можно найти вот это было шкаф уникальный зеркало уникальное сидишь на такте она говорила что пока встаешь так ты идешь к этому зеркалу это буквально проходит на 10 секунд 15 секунд ну вот за 15 секунд лет двадцать в минуту ну да я же вас удивляем что говорила там рейтинг это нижняя ступенька когда вы ходите 24 до этого я просто на расположение вот это вот эта штучка ну с этой стороны с левой стороны если выходишь с левой стороны его будет или на 25 мой 24 спускаешься туда самый низ перед открытием этой двери встаешь на эту штуку вот там тоже такой же вот эффект ну да можно ладно про корицу тушенцию посмотреть что-то про корицу когда не будем дальше там чего ну не хватит в этом серия река судьбы нюхать стали никогда не были против вот это вот против этой песни как-то так и youtube не особо заражал детектив первый сезон 3 серия нюхать вот навального показывают значит опять сбросим эту штучку ну все вроде она сбросилась нет она не сбросилась она упорно стоит после песни фантазера она не сбросилась потом дети фристайла а после нее катарина вид кстати они так рада смотрела шикарная вот это вот как там скейтинг одна из этих была сильнейших это катарина вид восемьдесят восьмой год я так интересовалась этим фигурным катанием она неоднократная бомба чемпионка катарина вид очень такая прям это ну да алексей ягодин дальше идет фигуристы пошли алексей ягодин салмана еще а здесь вот учит знаете шитью шитью дальше вот ищет знаете салмана еще сценарий пишу 10 тысяч рублей за электричество нужно 10 тысяч рублей за электричество платить все сценарий мне что там сценариях бандитский петербург бабшука марпл кошки говорящий дом волшебный ну и такие вот там типа чумак чумак кашпировский что-то такое знаете на какие темы что-нибудь интересное написать о карты высветили знаете эзотерика высветилась эзотерика высветилась после вот этого теперь она высвечивается у меня после нее эмоциональный интеллект высвечивается тема просто очень такая интересная еще заслушаю понимаете заслушаю я потом с вами поделюсь моим видением я вам кратко сказал знаете знаете эмоциональный интеллект как я это понимаю но этим как-то все по научному знаете как может быть вот это знаете как вот это эмоции знаете эмоцию когда приходит мысль эмоция на нее постарка со стороны вот со стороны посмотреть оценить вы поняли да очень такая очень очень нужная такая вообще вот отдельная и так далее откуда она пришла то есть а проанализировал вот умом проанализировать эмоцию что откуда как там вообще зачем я потому что творил чуть-чуть видео он кричит а почему он кричит вот вот это может быть знаете вот он как там там в общем лекция лекционный там ведь штуки я посмотрела что тут писал где-то научили писал я еще не изучил этот вопрос как как они там вот этого говорят мощи мозгом контролировать эмоцию да ну да противостоять своим эмоциональным импульсом анализ эмоций вот анализ эмоций и и как бы выявить истинную причину эмоции понимаете нужно это делать быстро для нужно когда эмоция подступает вот это все нужно сделать быстро сделать анализ причину вот и выдать результат это не то что тут вот это вот анализ собственной эмоции вот это когда подступает злость нужно так сказать стоп и вас задать себе вопрос уверена ли я что стоит злиться вы поняли да это как ты не так что я вообще в принципе что-то на это как там это может как-то по-другому команды белого я пойти про команды что-то такого что вообще слушала вот и несколько вот еще смотрите высвечивается тоже какой-то лекционный курс надо еще послушать что об этом а что об этом говорят вот михаил михаил пригла высвечивается это что лекция высвечивается ну да лекция лекция михаил приглашает а у них что-то такое загружу сейчас я на мою страницу вконтакте татьяна салмановна через дефис мактон сайфудин через дефис это загружу 7 часов утра и 22 минуты 28 января 2021 год а это василий вальянчу неоднократно он рассказывал еще и когда это все вы деньги было еще было летом я еще ремонтом занимал серенко что меня очень сильно удивило там эти французская делегация французская делегация которая проследовала к соседу знаете там такая семья была к соседу янать санычу то что вот они там прошли по этой лестнице потом я помню поднялась к себе в эллинг и в общем очень странные какие-то в общем ну как-то ну я вам всего рассказывать не буду видеть но меня как-то очень это все удивило я подумала откуда вот это все могло появиться если пять минут назад этого не было и в принципе там особо никого не было в принципе кроме них ну вот и там вообще кто-то редко в принципе вообще когда это бывало и куда-то туда ходил по этой лестнице туда тут эллинг а теперь смотрите что что говорит космос она упорно стоит после вот этого после вот этого яслава евдокимова фантазер просто упорно до фантазера высвечивается попросите у луны здоровье и достатка это сегодня написано 28 января потом она упорно высвечивается потому что все мы сбросили куда-то там нет она упорно высвечивается на 52 минуты 44 секунды а дальше идет анна семенович а дальше идет михаэл оборачь фридман на английском языке на английском хотела я пошутить а потом думаю зачем такое скажешь в общем как то вот это а дальше знаете что идет дальше источник изобилия прими богатство простой метод 9 минут 24 секунды дальше песня будто оказал он тобой вот этот вот шейх или шейх он там этот бывший этот османский правитель так что вот все очень симпатично я только на него смотрю как красиво какие у них красивые эти обстановки вот это вот надо посмотреть кто это фильм это один из этих турецких султанов нет может быть он тоже знаете может что там такое просто фильме не показали может эти фильм обошел это стороной какие-то моменты я как бы не в курсе я просто не знаю просто смотрела там одну или две серии показал интернет и там ничего такого не было глубины там не глубина а может быть они все снимали это не великолепный век понимаете там же эти вот это вот как-то по-другому это снято это по-другому снято дальше такое непонятное высвечивается первое такое вижу лариса черникова идет а до этого укупник с этой серафимой а до этого это тетинка по типу жена пошла погулять а муж это в компьютере она так знаете на обратной стороне это очень так прикольно что давайте наверное знаете хотите вам покажу сейчас смотрите вам покажу а а а а анют гим ты стоишь с меня или нет что случилось что тебе опять кто-то звонил узнали так ну чего ты как всегда занят пойду я погуляю да хорошо Что? Слушай, Маргей, я тебе давно хотел сказать, а тебе не кажется, что ты как-то в последнее время вызывающий одеваешься? Как ты сказал, что-то я сказал, вызывающий? Это я вызывающий? Тебе что, не нравится? Это плохо? Мне не идет это, да? Что ты хочешь сказать? Мне это не идет. Идет и идет. Прости, я не хотел тебя обидеть. Ты не хотел, но обидел, Сережа. Ну, случайно. Ну, хорошо, ладно. И сейчас. Сереженка, а вот так? Ну, вот же, ну. Вот. Совсем другое дело. Иди, Маргей. Так что вот. Вот такие вот дела. Сейчас буду скоро здесь развешивать. Сейчас я постирала одежду. Постирала одежду. Вот. Будет развесить мою одежду. Сейчас я принесу, принесу эту штучку. Скоро? Продолжаем. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует.